Была в жизни нашего поколения та особенность, что где-то мы вот жили в ожидании, не знали, когда она будет, но что будет война с фашизмом и что она на нашу долю выпадет, в общем, это знали. Я прочту, я написал тогда тоже историческую поэму «Ледовое побоище», но в ней был эпилог, относящийся не к прошлому, не к XIII веку, а к настоящему, даже к будущему. И просто для того, чтобы вы ощутили настроение молодых людей, того поколения, которым я принадлежал, я хочу прочесть несколько строчек, несколько строк из эпилога этой поэмы «Ледовое побоище», чем она кончалась тогда, в 1937 году. Когда-нибудь, сойдясь с друзьями, мы вспомним, через много лет, что в землю врезан был краями жестокий гусеничный след, что мял хлеба сапог солдата, что нам навстречу шла война, что к западу от нас когда-то была фашистская страна, настанет день, когда свободу от воевавшему в бою фашизм стряхнувшему народу мы руку подадим свою. Мы верим в это, так и будет, не нынче завтра грохнет бой, не нынче завтра нас разбудит гарнист военную трубой, и если гром великий грянет над свой псов и палачей, для нас всё так же солнце станет сиять огнём своих лучей. Так думалось о том, что будет, и мне хочется вам ещё одно стихотворение прочесть, написанное тогда же, в 1938 году. Называлось оно «Однополчанин». Как будто мы уже в походе, военным шагом, как и я, по многим улицам проходят мои ближайшие друзья. Не те, с которыми зубрили за партой первые азы, не те, с которыми мы брили едва заметные усы, мы с ними пивали чая, хлеб не делили по повам, они меня не замечая идут по собственным делам. Но будет день, и по разверстке в окоп мы рядом попадём, поделим хлеб, и на завёртку углы от писем оторвём, пустой консервной жестянкой воды для друга зачерпнём, И запасной его портянкой больную ногу подвернём, под Кенигсбергом, на рассвете мы будем ранены вдвоём, отбудем месяц в лазарете, и выживем, и в бой пойдём. Святая ярость наступления, боёв кровавая страда, завяжет наше поколение в железный узел навсегда.